Девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжат, я визажист, и на своем канале я рассказываю про красоту, про искусство красоты, и помогаю вам больше разбираться в декоративной косметике и в том, как сделать для себя любимый профессиональный макияж, чтобы выглядеть красиво не только по праздникам, а каждый день. Один из моментов, почему может не получаться качественный макияж, потому что вовремя не делаем ревизию косметички. Косметика портится, и в итоге получается, что средство, оно не отвечает тем задачам и не создает тот эффект, который был заявлен в данном случае конкретного продукта, просто потому, что срок годности закончился. И вот нам нужно периодически делать эту ревизию для того, чтобы понимать, что средства все уже не работают, что нужно новое. Поэтому я хочу сейчас показать, как я делаю ревизию косметички, какие средства я предпочитаю, чтобы они остались у меня подольше, и как их выбирать, соответственно. Возможно, вам это поможет, и вы сможете сформировать свою косметичку таким образом, чтобы все средства работали на 100% и давали отличный результат. Когда делаем ревизию, в первую очередь нужно обратить внимание на сроки реализации. Есть средства, которые можно хранить определенное количество времени. Особенно это важно для кремовых текстур. Тональные средства, консилеры, праймеры, помады, туши. Обычно на упаковке написано, до какого времени можно это средство, скажем так, продавать в магазине, или после того, как вы приобрели дома, в закрытом варианте, держать до такого-то года. Вот пример. Вот тональный крем Ниша. Я его недавно купила. Купила впрок. И сколько я могу в закрытом варианте его хранить? Вот здесь написано до 30-го, 11-го, 26-го года. Пока я его не вскрыла, это средство спокойно может лежать у меня на полочке. После того, как я это средство вскрываю, то тогда мы уже смотрим на другой значок. Это вот такая вот консервная банка, на которой написано 12 месяцев. Видите, и она вскрыта. Такой значок есть как на кремовых текстурах, так и на сухих. Вот это у меня румяна, арт-деко. И смотрим тоже. Переворачиваем. Здесь написано 18 месяцев. Соответственно, после того, как я их вскрыла, 12 месяцев я могу ими пользоваться. А что будет потом? Да, вопрос. Ну вот, что с ними будет? Вы знаете, в некоторых случаях, особенно с сухими текстурами, особо ничего не происходит. То есть можно эти румяна использовать и в течение года, и два, а может быть даже и три. Многое зависит именно от того, какое качество. Сейчас на самом деле много средств, которые идут как с увлажняющим эффектом. Все прекрасно понимаем, надо следить за своей кожей, максимально ее увлажнять. Поэтому есть пудры, тени, румяна с увлажняющим эффектом, при этом сухая текстура. И что может произойти с этой сухой текстурой? Вот те компоненты, которые отвечают за увлажнение, они со временем могут как будто бы испаряться. И вот эти румяна, которые вы когда-то использовали, они вам очень нравились и давали хороший результат, со временем они могут стать пустые. То есть вы такое впечатление, что кистью набираете, а как будто бы вот нет этой текстуры, нет вообще пигмента. И они не работают так, как это было раньше. Поэтому некоторые тени, которые у вас лежат годами, а я знаю, у многих есть такие тени, которые вы купили, может быть там лет 10, а то и 15 назад. Это по статистике моих клиентов и студентов, поэтому я знаю, о чем я говорю. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас такие тени, которые вы купили там 100 лет назад, и до сих пор они у вас лежат. И там вот испаряются, видимо, какие-то компоненты, которые делают вот эту вот пудровую текстуру теней, которые так в общем-то были пудровые. Они как будто бы не дают такой вот эффект, как это было раньше. Поэтому они в конце концов становятся просто как пыль, как пустые. Соответственно, вы не можете добиться хорошего результата. У вас не получается рисунок теней, тени не читаются, в итоге даже может выглядеть такой, как грязный эффект. Соответственно, разочарование, и в итоге вы даже не покупаете новый, потому что думаете, что вот тени, они вот такие. Так можно сказать про все сухие текстуры. Вы знаете, нет. Вот эти тени или румяна могут вам служить, не знаю, по 5-10 лет, а вот эти почему-то вот как бы раскрошились, превратились в непонятную консистенцию. У меня есть пудра, точнее это Global Glow, минеральный такой хайлайтер. Он у меня уже очень много лет, я его просто обожаю. И уже крышечка отвалилась, но ничего не изменилось с ними вообще. То есть вот они до сих пор дают тот результат, как и после первой покупки. Почему еще может не получаться, например, тот же рисунок теней или румяна? Бывает привыкание к цвету. Вы купили тени зимой, и вы красите, думаете, вау, как здорово. Наступает весна, лето, и вроде бы эти же тени, которые вам нравились зимой, почему-то не так красиво смотрятся весной и летом. Тут есть некий такой нюанс в плане восприятия цвета в определенный период года. Действительно, это очень сильно влияет, потому что меняется освещение, меняется одежда. Соответственно, не те неплохие стали, а просто этот цвет теперь вам не нравится, потому что изменилось освещение. Соответственно, я советую периодически менять цветовую палитру теней, румян, вообще в целом макияжа, в зависимости от времени года. То есть не скидывайте это на косметику, что она теперь дает плохой результат, испортилось. Ничего не испортилось, просто у вас другое восприятие цвета на данный момент. Что касается кремовых текстур, то в зависимости от того, как у вас хранится средство. То есть вы можете, например, делать макияж в ванной комнате, где достаточно душно бывает, да, часто используются там и батареи, и теплые полы, ну и вот этот конденсат. Ну то есть в целом атмосфера не очень благоприятная для косметики. И если вы там постоянно держите свою косметичку, то у вас может быть расслоение текстуры. То есть мы просто берем любой тональный крем, в случае вот на этой упаковке вообще непонятно, видите, полностью запечатано, вообще не видно средств, да, сколько, во-первых, там по количеству и как себя ведет текстура. Иногда можно посмотреть вот по вот этой задней стороне. Если еще упаковка какая-нибудь вообще по такого плана, то тоже мы ничего не увидим, что с текстурой. Есть некоторые тональные средства, которые могут отслаиваться текстурой друг от друга. И для того, чтобы нанести на кожу, даже рекомендуется встряхнуть это средство, чтобы смешались вот эти две текстуры, и получился отличный результат. И если вы этого не делаете, вот у вас такой долгий тональный крем, ушел пигмент, осталась, например, там эмульсия наверху, и вы наносите это средство, оно будет как будто бы расслабиться. Это бывают такие тональные средства. А бывает то же самое происходит с косметикой, которая неправильно хранится. То есть текстуры как бы разлагаются на составляющие. И в итоге получается, что тональный крем растушевывается пятнами, он может растушевываться хлопьями, вы начинаете его растирать, и как будто бы скатывается. Это говорит о том, что тональный крем, скорее всего, испортился. Бывает еще такой эффект, единственное, что можно в дополнение сказать, что, например, не поженились текстуры между собой. Что это значит? Это значит, что тональный крем, который вы наносите на вашу кожу, на средства по уходу за кожей, вот эти два средства вместе, они не законнектились, и в итоге идет расслоение текстуры. То есть вот или такой может быть вариант, или действительно у вас средство просто уже давно стоит, испортилось, потому что не та температура, и в итоге не дает того потрясающего эффекта, который вы ожидали или видели, когда вы его приобрели. Поэтому, может быть, еще по срокам годности, по сроке реализации все в порядке, а вот что касается хранения, то такое средство надо выбросить. Я не рекомендую использовать, скажем так, протухшие средства декоративной косметики, потому что они у более чувствительной кожи могут вызвать реакцию. Соответственно, чтобы это не провоцировать, или стараемся хранить правильно, или вовремя выбрасываем. Есть кремовые текстуры, которые компактные, например, кушон, допустим. Вот один вариант, также может быть и там кремовые тени в баночках. Как определять, средство еще не испортилось или испортилось? Очень легко. Обратите внимание, когда средство уже испортилось, видите, вокруг вот этой кремовой текстуры образуется расстояние между кремом и вот этой коробочкой по периметру. То есть это говорит о том, что средство как будто бы усыхает. Опять же, это вот эти компоненты, которые увлажняющие, испаряются, и средство становится уже не такой консистенцией, как вы покупали в самом начале. Поэтому очень важно за этим тоже следить. Возможно, никакой реакции на кожу у вас не будет. Но если вы понимаете, что средство не дает того эффекта, который было раньше, скорее всего, да, потому что оно уже испортилось. Что делать? В этом случае, честно говоря, я и такие средства выбрасываю. Или оставляю для того, чтобы потом демонстрировать и показывать своим студентам, что вот, обратите внимание, здесь как раз очень хорошо показано, что это средство уже... Знакомьтесь, это крем-сыворотка ЖакСкин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. И вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов. Поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца. И кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ. Это второй компонент. Это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Вы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это U-Ferment. Это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать через 2-3 дня, вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи. Цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургор кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я говорила, очень важный момент, чтобы сохранился он на длительное время. Испортилась. Еще есть кремовые текстуры на водной основе, а есть на кремовой. В чем разница? И у них будут как раз тоже разные сроки хранения. Значит, вот так вот по упаковке вы вообще не поймете, где тут, какое кремовое. Это надо тестировать. И когда вы наносите на руку, вы увидите. А что вы увидите? А вы увидите, вот такой вот эффект будет при растушевке. Вы нанесли, затем растушевываете. И при растушевке, что вы увидите? Что эта кремовая текстура превращается в пудровую. В пудровую. Это что значит? Это значит, что когда вы вот так вот трогаете кожу, такое впечатление, что вы не наносили крем, у вас сразу это превращается в тени сухие. Прям вообще нету вот этого эффекта увлажнения. То есть вода, почему они на водной основе, она испаряется и остается только сухой пигмент. Такие средства, как правило, очень хорошо держатся. Что такое кремовый? Это я как раз наносила сейчас. Вот это релуи. А вот это вот текстура кремовая. Как понять? А вот так мы наносим опять же на кожу. Смотрите. Нанесли. Начинаем растушевывать. В общем-то, внешний эффект, что вот это средство, что вот это очень похоже. Согласны? Но, когда вы растушевываете, вы будете чувствовать, что вот эта вот текстура, она, знаете, более, ну, как жирненькая, кремовая. И есть ощущение, что после того, как вы полностью растушевали, кожа здесь увлажненная. Она даже немножечко такая, ну, как мокренькая, что ли. Вот этой пудровой консистенции нет. Поэтому, девушки, вот эти два средства, они будут по-разному храниться. Там, где на водной основе такие тени, как правило, будут очень быстро заканчиваться. То есть не проходит там, не знаю, больше месяца, всё, там уже ничего не осталось. Или вода испаряется, особенно, когда, ну, часто открываем, то, в конце концов, вот этой воды там не будет, и останется только сухая текстура. И вы наносите эти тени кремовые, а они моментально как бы рассыпаются. То есть такое впечатление, что вода высохла, и остались сухие тени. Поэтому нанести как прежний не получится. То есть, ну, как вариант, можно намочить водой, и потом уже вот сделать как раз прежнюю консистенцию, наносить на глаза. А вот такие вот кремовые средства, они могут прослужить значительно дольше, например, 6 или 8 месяцев, и ничего не высохнет. Следующее средство кремовое – это помады. Тоже бывают разные по консистенции. Соответственно, у них будет разный срок хранения и срок действия. Не на всех помадах написано, сколько можно пользоваться. Если это помада классическая, ну, как правило, там год, полтора, может быть, даже два. Вот эти вот помады, которые идут стойкие, на них тоже обращаем внимание, сколько можно их использовать после вскрытия. Вот это у меня Вивьен Сабо, и можно использовать 18 месяцев. Срок годности здесь указан до января 2024 года. И что с этой помадой? А в общем-то ничего. Она очень хорошо дает эффект, такой же, как и было после того, как я первый раз вскрыла. То есть ничего не изменилось. Но может измениться, знаете что? Запах. Вы начинаете нюхать, и вы понимаете, что запах уже старого продукта. Опять же, если у вас нет реакции на косметику, можете пользоваться. Но вот этот запах, он будет постоянно вас преследовать. Ну и, естественно, если это губы, и, знаете, кто-то будет вас целовать, и это будет не так приятно. Поэтому советую, опять же, вот то, что уже по запаху изменилось, это значит, что уже произошла химическая реакция, средства уже не то. Лучше выбросить. Кремовые тени. Вот в такой вот баночке. Таких тоже очень много. В чем здесь особенность? Что когда они новые, вот эта кремовая консистенция, она прям такая мягкая. И вы можете так вот слегка пальчиком взять, нанести и получается. И красивые стрелки, и сами по себе тени. Очень здорово приклеиваются на любой макияж. То есть вы сделали рисунок теней, потом берете кремовую текстуру, любого такого красивого, сияющего цвета, и наносите уже поверх любого макияжа. То есть как декоративное украшение. Смотрится прекрасно. Это у меня тени Morphe. И здесь написано, что 6 месяцев после вскрытия. То есть, опять же, вот эта кремовая консистенция, в данном случае здесь, она улетучивается, и остается сухая текстура. Что происходит? Происходит такой момент, что когда вы набираете эти тени, как раньше, они уже не дают такую цветопередачу, как это было после первого вскрытия, после покупки. То есть они могут крошиться. Какая-то часть осталась еще кремовая, а где-то начинает, прямо такими хлопьями наноситься этот цвет, и вы не получаете вот это идеального нанесения вот такой текстуры. Поэтому, что можно сделать? То есть вам нравится цвет, тем более какие-то вот такие вот яркие цвета мы не используем, возможно, каждый день. Вы хотите использовать по определенным случаям, то рекомендую тогда вам для таких кремовых текстур приобрести средства из профессиональной косметики, который называется Бонд. Как использовать Супер Бонд? Можно добавить в кремовую консистенцию это подводка, это кремовые тени, а также в пигменты. Пигмент это сухие тени, которые можно сделать кремовыми. Наношу на руку Бонд, крышечку насыпала тени, набираю на палец и смешиваю с Бондом. Еще раз набираю, потому что они сыпучие, на глазах все это будет сыпаться. Добавляю в этот наш Супер Бонд и у меня получается супер кремовая текстура. И при этом очень стойкий эффект. Если вы любите всякие нарядные тени и чтобы у вас они дольше хранились, то как раз вот такой вариант будет очень-очень удобный. Смотрите. У вас вот эти вот крошки, сыпочки, блестечки не будут осыпаться на лице, а стойкость будет великолепна. Таким образом, будет очень экономная покупка. Купили один раз вот эти тени и используете их на протяжении, не знаю, длительного времени. И всегда будет продукт в хорошем состоянии. Наверняка у вас были или есть вот такие тени, какие-нибудь красивые, блестящие. И в этих тенях тоже часто бывает вот эта кремовая консистенция связующая. Она исчезает со временем и тени становятся очень сыпучие. Соответственно, вы когда наносите, получается, что блестки и не по всему лицу, то можно то же самое воспользоваться бондом. Набираем, затем смешиваем с бондом и только после этого наносим на веки. И у вас будет очень хорошая сцепка с кожей. Вообще ничего не будет посыпаться. Будет стойкий эффект. И еще смотрим за карандашами. Вот у меня любимый карандаш Ордекон. Он идет как водостойкий, поэтому любые карандаши тоже имеют сроки годности. На некоторых указано, сколько можно его использовать после вскрытия, на некоторых не указано. Значит, как проверяем, карандаш у вас старый или нет. Это не имеет значения, карандаш для губ, для глаз или для бровей. Скрываем. Вот у меня специальный такой тестовый вариант. Посмотрите, что здесь. А здесь грифель, во-первых, он может вот таким вот образом вылезать. Это говорит о том, что этот грифель, он уже не плотно к дереву или к пластмассе, ну там разная бывает упаковка, прилегает. И у него, вот видите, если вот так вот смотреть, вокруг грифеля есть небольшой ореол. Именно вот этот ореол говорит о том, что грифель усыхает. Что это значит? Это значит, что такой карандаш очень часто может рисовать хлопьями, пятнами. Какой-то час прорисовал карандаш, какой-то нет. То есть на губах это будет или на глазах вот такими хлопьями. Кто рисует хлопьями, это когда часть карандаша вот остается на коже. И это в основном карандаши, которые на восковой основе. Вот они дают вот такой вот эффект. Вот смотрите, рисуем. Вот видите, тут нарисовал, потом хлопья, потом дырка. Вот это говорит о том, что карандаш не даст равномерное нанесение на глазах, бровях, губах, в зависимости от какой карандаш. А будет вот такими хлопьями. Это значит, что такой карандаш пора выбросить. Карандаш будет рисовать равномерно, не будет вот этих хлопьев, будет очень хорошо растягиваться, растушевываться. Ну и соответственно стойкость у него будет лучше. Дорогие девушки, вам нужно обязательно сделать ревизию косметички. Все те средства, где уже закончили сроки хранения, сроки реализации, пожалуйста, выбрасывайте. Кое-что, если можно реанимировать, это можно делать буквально на короткий период времени. сейчас вам нанести это средство и все. В дальнейшем это не значит, что вам нужно его использовать длительное время. Лучше выбросить. Для того, чтобы не провоцировать, как я уже говорила, какие-то реакции на лице. И тогда вам будет приятнее делать и макияж, и результат будет отличный, не будет ничего сыпаться, скатываться и так далее. Поэтому периодически нужно следить за косметикой. Я надеюсь, что было очень полезно. вы сделаете ревизию, поделитесь своим мнением, есть ли у вас такое, что вы долго храните какие-то средства. И поставьте пожалуйста лайк этому видео, если вам понравилось. И до новых встреч. До свидания.